МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Белгород-24 в эфире программа «Тема». Сегодня крещенский сочельник. В белгородских храмах проходит водосвящение, самые смелые, быть может, самые отчаянные. Сегодня будут купаться в водоемах. Вот о традициях и, главное, о самом православном празднике. Будем говорить сегодня с гостем студии. Это настоятель храма Почаевской иконы Божьей Матери, протеерей, отец Алексей Куренков. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вначале для тех, кто знает и кто не знает, расскажем о самом крещенском сочельнике. Что это за день? Крещенский сочельник – это день, который предваряет день крещения Господня. И этот день, в который люди, подготавливаясь к крещению, постятся строго. И это тот день, когда совершается первое великое освящение воды. И в этот день, соответственно, те, кто любит, этот день посещают богослужение, молятся и могут набирать святую воду. Святую воду Вы освящаете первый раз когда? В 11 утра. А во всех остальных храмах по окончании Божественной Литургии, утренней освящение происходит. Давайте расскажем о сегодняшнем вечере. Итак, это крещенский сочельник. Сегодня вечером предполагаются какие-то особые обряды? Я напомню, что это день строгого поста, в который, и потому он, собственно, называется сочельником, в который вкушается особая пища, называемая сочевым. Это крупа, пшеница, сваренная вместе с медом. Вообще очень вкусная еда, если ее хорошо приготовить. Достаточно питательная. Сегодня вечером, накануне праздника Крещения Господня, совершается вечернее торжественное всеночное бдение. Оно состоит из повечерия и утренней. В неторых храмах сразу после этого совершается ночная Божественная Литургия. У нас ночной Божественной Литургии нет. Мы будем Литургии служить утром в нашем храме. Поэтому мы служим все ночные бдения вечером и утром. Служим Литургией, после которого будет опять освящение воды. Освящение водоемов когда? Ну вот водоемы освящают либо 18-го, либо 19-го числа. Хождение на Иордане, оно и было либо 18-го, либо 19-го числа. Различий здесь не делалось. Как я читал из источников, освящение воды осуществлялось накануне Крещения, 18-го числа. В основном верующие, соответственно, ориентировались на этот день. Но из-за того, что было очень много желающих на этом обряде, во время этого обряда освящения воды, поэтому и стали освящать 19-го. Сразу отмечу повстраненное заблуждение, что отличается вода 18-го и 19-го числа. Это заблуждение. Вода никак не отличается. Это совершенно один и тот же чин, один и тот же обряд. Одни и те же молитвы. Поэтому никак не отличается вода, освященная 18-го числа и 19-го. Кто-то называет 18-го числа воду богоявленской, а 19-го – крещенской. Но богоявление – это синоним для слова «крещение». Поэтому вода никак не отличается, повторю еще раз. Вода, освященная в этот день, может храниться неограниченное количество времени. Это особая вода? Особая вода. Она обладает такими чудесными свойствами и имеет возможность храниться долгое время. Но хранить ее нужно благоговейно, желательно в каком-то месте особенном. Не просто где-то на полу за занавеской, а желательно, чтобы где-то рядом с иконами она была. И, соответственно, к ней такое же благоговейное отношение. Обычно ее вкушают, как говорят, натощак. Это не исключает возможности, скажем, больному человеку дать воду и не натощак эту. Или младенца покрапить при болезни ребенка, или даже взрослого. Вот это можно сделать, конечно. А так обычный человек здоровый, он вкушает ее натощак вместе с просфорой обычно. Сегодня очень многие будут купаться в водоемах. Ну, не очень многие, но будут люди, которые будут купаться в водоемах. Вот как вы, как священнослужители, относитесь к тому, что... Ну, на самом деле, многие ведь делают это отчасти не потому, что верят, а потому, что некая такая мода пошла, либо возможность проверить себя. Проверить себя, некоторые показать даже себя. Показать себя. Есть и такое, да. Ну, я хочу сказать, что купание в водоеме – это ни в коей мере не церковный какой-то обряд, не церковное установление. Это традиция народная, в ней ничего плохого нет. И проверить себя тоже неплохо, и там закалиться, может быть, неплохо. Но ни в коей мере это не есть что-то такое, связанное с прощением грехов. Некоторые считают, что я слышал, что некрещенные считают, что если они искупались в крещенскую ночь в воде, перекрестившись сами, там троекратно погрузившись, что после этого они будут крещены. Это тоже заблуждение, этого не происходит. Креститься нужно в храме, безусловно. Можно и в этот день креститься, в день крещения, можно в любой другой, но это должно быть особое таинство крещения. И прощение грехов, если бы оно так легко происходило, то нам было бы слишком просто жить. Все-таки прощение грехов, оно требует изменения нашей жизни. Не просто окунания в воду, а именно перемену в направлении наших мыслей и действий в лучшую сторону. Чтобы мы забыли о том, что такое грех, и старались его всеми силами не совершать. Отец Алексей, Вы настоятель нового для Белгорода храма, храма Почаевской иконы Божьей Матери, храм для Белгорода Знаковый, день почитания иконы 5 августа, день города. Расскажите об иконе и о храме. Храм действительно новый, освящение храма было только 5 августа, вот этим летом. Хотя богослужения начались немножко раньше. У нас своего рода юбилей мы справили в этом году. Год с начала первого богослужения, оно было на Рождество прошлого года. Икона Почаевская очень почитаемая среди православных и даже не только православных. Икона находится в Тернопольской области, в городе Почаев. И эта икона прославилась многими чудотворениями. От нее засвидетельствовано множество исцелений. И она весьма почитаема. Икона сама была привезена на Русь митрополитом Нифонтом в XVII веке. Была подарена боярине Анне Гойской. И потом передана ею в монастырь. Помимо этого есть еще несколько изображений Почаевской иконы Божьей Матери. Самая главная святыня, которая хранится в Почаевском монастыре, это отпечаток стопы Божьей Матери. Божья Матери явилась на месте том, на котором сейчас расположен монастырь. И после этого явления в окном таком облаке остался отпечаток на камне, из которого потом забил источник. И вот этот отпечаток до сих пор существует. И источник тоже существует. Водичка, правда, медленно, но наполняет вот эту вот стопочку Божьей Матери, как ее называют. Поэтому некоторые изображения Почаевской иконы Божьей Матери мы можем встретить внизу. Изображена стопа Божьей Матери. Но действительно дата обретения иконы это 5 августа. Да, это празднование в честь иконы было установлено в 18 веке, в 1765 году. И была связана с освобождением Почаевской обители по заступничеству Божьей Матери от нашествия турецких войск, которые бежали. И, как свидетельствуют исторические источники, некоторые турки, даже видя чудесное заступничество Пресвятой Богородицы над обителю, остались в обители и приняли впоследствии православие. Отец Алексей, возвращаясь к крещению, скажите, пожалуйста, много ли сегодня прихожан, растет ли их число? И общаясь с прихожанами, вообще верующих людей у нас много? Число прихожан растет, потому что храм новый, больше людей узнают. И начинают ходить к нам в храм. Устроение богослужебной жизни – это дело непростое, оно связано с организацией всего спектра того, чем занимается храм. Это и пение в храме нужно, чтобы постепенно наладилось, чтобы было достаточное количество священнослужителей. У нас богослужение ежедневно совершается, у нас служат помимо меня еще три священника. Ну и всякие другие хозяйственные заботы, которые должны быть решены. Община растет, но храм сам небольшой, поэтому у нас 200-300 человек постоянно ходящих, достаточно комфортно стоящих. На праздник может быть и больше, на Пасху было больше, конечно. Так рассчитан храм был изначально на 450 человек, по-моему, максимально он мог вмещать. Но это очень плотно стоящие люди, не совсем комфортно. Ну вот на праздник может такое количество вместить людей. Но действительно верующих много или много любопытствующих? И как вы к этому относитесь? Я думаю, что любопытствующие есть, конечно. Заходит в храм, посмотреть, как там внутри все устроено, что это за новое здание появилось. Я отношусь к этому совершенно нормально, потому что мы понимаем действительность, в которой мы живем, которая является следствием во многом предыдущих лет наших, и часто лет безрелигиозных. И я вижу, что в основном реакция очень благожелательная и благодарная к тому, что храм воздвигнут на этом месте. И многие люди, даже из храма идут по улице, я слышу, люди разговаривают между собой. Посмотрите, какую красоту здесь построили. Или вижу молодых людей, которые, кажется, никак не могут себя проявить с точки зрения религиозной, в храм сходить, даже перекреститься. Тут я вижу, что человек молодой, с серьгой, в ухе или в носу идет, он останавливается перед храмом, крестится, идет дальше. И я сразу себя осуждаю за то, что вот я подумал про человека, внешне его как-то оценил, что он совсем далекий от храма человек, а оказалось, что вот для него тоже храм свидетельство того, что это место, в котором совершается богослужение, он к нему относится очень уважительно и благоговейно даже. Вы проводите в храме таинство, в том числе и таинство крещения. Сегодня много желающих? Я думаю, что волна крещений прошла. В тех, кто в возрасте, да? Да, она не такая сейчас волна, как это было в 90-е годы. А детей приносят, фактически, мне кажется, 90% младенцев сейчас крестится. Крещение, в принципе, возможно производить ежедневно, но основная часть предпочитает это делать в выходные дни, потому что удобно. Никому не отказываете? Не было такого случая? Мы стараемся не отказывать. Я не помню, чтобы что-то такое было. За мою сученическую практику были люди, которые приходили, сами не зная зачем. То есть, когда им задавали вопрос, зачем мы сюда пришли, они говорят, да мы не знаем. Вот, может быть, им давалось какое-то время подумать о том, чтобы они как-то более ясно выразили свою позицию, для чего они пришли в храм. А так отказов каких-то я не припомню. Я рад поздравить всех телезрителей с этим замечательным праздником крещения Господня, одним из двенадцатых праздников великих. Это день, когда Господь принял крещение в реке Иордан, и мы его вспоминаем с радостью и благодарностью за то, что Господь делает для нас, для всех. Это начало Его служения, как Господа и Спасителя. Это свидетельство и явление Пресвятой Троицы, Бога, в Которого мы верим. Это явление Великого Пророка, крестившего Господа Иоанна Претечи. И надеюсь, что благодатная помощь Господа, которая проявляется в этот день, и в благословении Святой Крещенской воды, она будет на всех искренне верующих христианах. Всем помощи Божией желаю и поздравляю. Спасибо Вам огромное. Я напомню, что сегодня гостем в студии был настоятель храма Почаевской иконы Божьей Матери Алексей Куренков. Мы встречаемся на телеканале Белгород-24 ежедневно по будням, сразу после информационного выпуска новостей к этому часу Белгород. Увидимся в понедельник. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин